И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Идет время Великого Поста. Вот сегодня 28 марта, и начинается третья седмица Великого Поста. И вот вчера мы отпраздновали вторую неделю Великого Поста. Если первая неделя Великого Поста было торжество православия, то вот вторая неделя Великого Поста, это говорится о чистых сердец. Вчера вот была память святителя Григория Паламы, архиепископа Федерина Кийского. Преподобный Григорий Палама родился в Малой Азии, в очень благочестивой, богатой семье. И вот когда шли нападения со стороны турков, то его семья убежала в Константинополь и нашла приют у императора Андроника II. И отец Григория занял очень большой пуст, он был очень великим чиновником во время управления императора Константинопольского Андроника II. Но отец быстро скончался, и фактически Григорий остался совсем молодым. Но поскольку император Андроника II очень ценил, уважал и любил отца Григория, то он остался как бы отцом для молодого юного Григория. Поэтому Григорий получил очень хорошее образование, и все надеялись, что он займет очень большой пуст при императоре. Но получилось совсем другое. Когда он достиг около 20 лет, ему захотелось пойти на Афон. И там он поступил в Атапевском монастыре и стал заниматься умным деланием. То есть стал заниматься Иисусовой молитвой. Сначала он был послушником у старца Никодима, Ну а впоследствии, как скончался старец Никодим, то он перешел к другому старцу, перешел в этой великой лавры, святитель преподобного Афанасия, и стал заниматься умным деланием у старца Никифора. И он настолько углублялся в молитвы, и вообще в то время, потому что это было начало 14 века, настолько монахи вошли в молитву, умные занимались, и они очень даже достигали видеть фаворский свет. Фаворский свет – это тот свет, который, когда было преображение нашего Господа Иисуса Христа, тогда апостолы, которые были около Христа, они увидели сияние фаворского света. Как говорят в богословии, был не тварный свет, а был такой божественный свет. И поэтому монахи Афона могли достигать, вот видеть этот свет не тварный. Святитель Григорий, будучи еще молодым, юным, он очень занимался много. И когда монах Варлаам напал на монахов Афона, что святитель Григорий вышел на защиту, и он победил монаха Варлаама, и действительно он доказал, что действительно есть нетварный свет, и Иисус свои молитвы, то есть концентрирует свои мысли в одну точку, для того, чтобы очистить свое сердце настолько, чтобы оно было чистое, чтобы в ней мог обетовать наш Господь Иисус Христос, то это по-гречески «исихия», «исихазм» на русский перевести – это означает «покой», «утешение», то есть «молчание». И действительно мы говорим, что когда говорим о посте, что поститься нужно телесно, но нужно поститься и духовно, то есть воздержание своего языка, то есть больше молчать, больше думать о своих грехах, как очистить себя. Вот эта чистота духовная, которая есть очищать своих сердец, действительно святитель Григорий, он помог и себе, и помог многим другим. Впоследствии, вы знаете, даже было несколько соборов, в которых кто-то поддерживал Иисихазм, кто-то не поддерживал, но все-таки в конце концов вышли все соборы, высказались о том, что Иисихазм – это очень умная, умная молитва, которой человек через эти молитвы может достичь очень много. Я хочу пожелать вам, дорогие мои, чтобы вы и предь удержали этот великий пост, потому что первое, с чего он должен человек начинать, это воздержание в пище, а потом должен заниматься воздержанием своего духа, то есть воздержать и духовный пост. Поэтому я хочу всем пожелать, чтобы вы и дальше провели время поста, так как вы провели его до сих пор, по силе возможностей. И пусть благословение Господне будет над вами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.